Проверим. Сначала вкратце в трех словах о Метрофл. Это проект о доступности метро. С помощью нашего сервиса, то есть это сайт, мобильное приложение, это все вместе, можно прокладывать маршрут для разных категорий лиц. То есть это могут быть обычные люди, люди с ограниченными возможностями, то есть на колясках, с колясками женщины, люди с тяжелыми сумками и так далее. Главное, что это прокладка именно маршрута по всей инфраструктуре метро разных городов, в том числе Санкт-Петербург. Инфраструктура это лестницы, пандусы, турникеты, эскалаторы и так далее. Значит, мы используем открытые данные, собственно, мы сами их собирали, и это вот то, что я перечислил, данные по этим объектам. Количество ступеней, ширина проема, турникеты и так далее. Так что же было сделано на Хакатоне? Дело в том, что один из таких моментов, который уже был сделан на Хакатоне, можешь ли я открыть, показать? Значит, это элемент, так сказать, всего вот этого сервиса, это индор-навигейшн по станции метро. То есть внутренняя навигация по самой станции. На данный момент это выполнено при помощи простого показа картинки схемы этой станции, которую, опять же, мы рисовали по нашим данным. Они же открытые. Значит, вот если мы проложим маршрут от одной станции до другой, вот, от любой до любой, в принципе. То он выдаст сам маршрут, покажет по графу метро, а также в списке выдаст все возможные станции, которые попадутся на пути. Это очень важно для пересадочных станций. И сейчас вот, как мы увидим, вот эту открой, любую. Схема? Ну да. Вот, собственно, сама схема метро. Как вы видите, она не очень-то понятная. И использовалась она, собственно, для того, чтобы была разработана ее структура, для того, чтобы собирать эти данные, собственно. Непонятно, что здесь местница, что здесь струкникет и так далее. Данные выведены, не очень понятно. Потому что еще самое главное, что требуется открыть некий мануал и сначала его прочитать, прежде чем изучать эту схему. Так вот, задача была достаточно такая локальная, узконаправленная, практическая. Задача была просто сделать дизайн этих схем доступнее и понятнее. Можно презентацию? Ну, в общем, то, что было, то, что стало. Для примера, значит, Достоевская и Владимирская, вот этот вот пересадочный узел. Здесь немножко мелковатый, я сейчас покрупнее включу. Соответственно, тоже было, проводили мы некие, в общем, обсуждали друг с другом и выяснили, что не всю информацию вообще требуется это выводить. Например, количество ступеней можно выводить при наведении мыши, допустим, на объект. Поэтому выводим самую основную информацию. Дизайн стал более такой лаконичный и более наглядный. Можно там отдельную картинку открыть, вот новый дизайн и купить мере. Ну, вот, в общем, вот так. Вот, немножко не видно. В общем, тут для наглядности большей ориентировки улицы выводятся. Нагляднее показаны сами объекты, информация о них выводится и так далее. Вот, в общем-то, все. Каким образом это знание поможет человеку с физическими ограничениями добраться из точки А? Мы планируем в дальнейшем, ну, на данный момент, на данный момент, это лишь, то есть не рекомендательно, а информационная система. Она дает просто представление о том, что его ждет, о всех препятствиях и пути. Человек будет просто знать, что у него будет турникет, проемом, вот, 79 сантиметров, он, зная длину, ширину, точнее, своей коляски, будет знать, что, допустим, он там сможет или не сможет проехать. Это что касается самих картинок. В самом сервисе вообще, в общем, это учитывается при построении маршрута. И когда маршрут будет итогово построен, ему просто красным подсветится вот в этой боковой, как вы помните, там, итоговом пути, ему красным подсветится, где он не сможет проехать. То есть, если мы вернемся назад и выберем профиль для инвалида, для силфу, да, выбираем, значит, ну, тут зеленый, может вниз попутить. Ну, надо на какую-то другую, в общем, рассчитать. В общем, мы точно теперь знаем, что человек с коляской шириной 60 сантиметров может проехать по этому пути практически без препятствий. А у вас там немножко неверные данные при пересадке на технологическом институте, там просто через дорогу перейти по платформе, там нет ступеней с той стороны, как сейчас маршруты. Возможно, да. То есть, как бы не исключается и какие-то... Вот так мы сами их собирали. А тут? Естественно, мы постоянно стараемся вот при выездах в другие города, то есть, уточнять это все и смотреть. Все данные вы просто сами формируете базу, да? Да, мы сами их собираем. Все станции метро во всех городах существует система. Да. А что вот за именно за... Ну, я говорю, то есть, сделано был именно новый дизайн вот этих вот схем, которые тоже требуются. В дальнейшем, буквально вот мы сейчас тоже над этим работаем, будет сделана, будет прокладка маршрута по самой станции. То есть, вот на картинке станции будет проложена такая красная линия и показывается, как проехать, то есть, вот внутри эндор... То же, что называется эндор навигейшн. Пока что это просто дизайн станции. Вот это надо было сделать. Дизайн схем. Было-стало, да. Было-стало, да. Вот то, что было сделано. Заработал дизайн нашей команды. То есть, они генерируются автоматически, да? Вот, вот, из-за актуально. Ну, в данном случае это нарисовано, в дальнейшем предполагается дальше. Они будут генерироваться автоматически. То есть, будет некий набор shapefile, то есть, неких данных, которые вот мы собрали и занесли в электронном виде, сделали, оформили. И они это будет строиться автоматически. В будущем. То есть, сейчас вы не разрабатывали что-либо, мы продумали дизайн, да.